Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня предлагаю поговорить на очень отвратительную тему. Просто фу, какая дрянь. Вот просто капец, какая неприятная. Но, конечно, мало популярная. Но, ребята, не разбираться в этом очень опасно для вашего здоровья. Лично я, допустим, раньше довольно мало об этом знал. И я хочу с вами поделиться в этом видео обо всем. Тема, поговорим о червях. А именно о паразитах, которые паразитируют в теле человека. Фу, какая дрянь. Ребята, ну я потратил много часов на то, чтобы разобраться в этой теме. Я изучал информацию доктора медицинских наук в этой теме, которая имеет огромный опыт работы именно с паразитами человека. Потому как даже студенты медицинских училищ, институтов могут очень плохо в этом вопросе разбираться. Потому что это очень специфическая тема. И в курсах стандартных, в медицине, в институтах не так много этому внимания уделяется. Буквально поверхностная какая-то информация. Вот. Поэтому есть куча вопросов. Лично я узнал много интересной информации. И вы будете, я обещаю вам, в некоторых вопросах будете шокированы. Где, например, можно подцепить эту дрянь. В то же время я хочу развеять некоторые мифы, чтобы не бояться просто так этого. И необоснованно не бояться этих паразитов. Так как они иногда, бывает, даже приносят пользу. В очень редких случаях. Ну а обо всем по порядку, узнаете в этом видео. Ну что, надо начинать, да? Ладно, погнали. Так, продолжим нашу приятную беседу. Просьба увести от экранов слабохарактерных, слабонервных, мнительных детей. Потому что то, что вы узнаете в этом видео, возможно, вам покажется, что у вас 100% это есть в организме. Я не шучу. Реально будет неприятная тема. И если вы никогда об этом не знали, сейчас только узнаете, как это выглядит, какие они бывают паразиты, вы будете, возможно, даже шокированы. Мне придется показать вам фотографии этих приятных созданий. Потому что вы должны видеть, что это есть, что это существует. Это не выдумки. Это реально может быть вашей идеей. Погнали. Я вам расскажу сейчас о основных видах паразитов, которые самые основные виды. Потому что их около 150 видов, минимум, то, которые могут быть человеки. А на самом деле их еще больше. То есть я расскажу только о 5 видах в этом видео. И постараюсь эту сложную тему вместить вообще в рамки одного видоса на ютубе. Потому что это сложная тема. Погнали. 5 видов. Первое, я вам расскажу про аскориды. Второе, я вам расскажу про острицы, про бычьи цепень, про свиной цепень и про таксоплазму. Это самые, на мой взгляд, одни из самых опасных и менее опасных, но часто встречающих в нашей жизни. И имеют особенности, которыми я хочу с вами поделиться. Итак, аскориды. Аскориды это очень приятное создание, которое похоже на спагетти. Такие толстые спагетти, где-то размером девятка. Есть такие спагетти итальянские. Да, вы какое-то время не сможете нормально смотреть на эти спагетти, как и я, особенно сваренные. Вы как-то это переживете, я думаю. Длиной примерно 25-40 сантиметров и в организме могут находиться, то есть их жизненный цикл около 10 месяцев, но могут и до 2 лет находиться в вашем организме. Чем она отличается? Во-первых, эта аскорида, она подавляет иммунитет, и это даже используется, например, для женщин, которым сложно забеременеть, с помощью этих аскорид они реально беременеют. Это доказано наукой, то есть это не выдумки. В чем особенность? Особенность это того, как она созревает в вашем организме, как она проходит цикл созревания. Когда аскорида попадает в ваш организм через рот, то есть вы с немытыми овщами, например, фруктами, вы съели эту личинки, этого паразита, то есть он еще не зрелый. Чтобы созрел, нужно пройти время, и это довольно длительное время, и путешествие просто поражает воображение. Попадая через рот, и пищевод в ваш желудок, он проходит это спокойно, попадает в кишечник, дальше через кишечник, через кровь, он всасывается, сейчас ужасные вещи, всасывается через кровь в вашу печень, потом с кровотоком разносится по организму, и эти личинки еще и путешествуют в ваше сердце, с одного предсердия, другое предсердие, в желудочке, полностью проходят в ваше сердце, и с малым кровотоком, если помните, с биологией или не помните, они идут в ваше легкие сердце, да, именно так происходит, и в легких уже оседает в виде слизи, когда вы начинаете кашлять, эта слизь, она может еще раз попасть в ваш организм, то есть с помощью этой слизи, или вы проглатываете, она идет, вы идете по пути самозаражения, то есть эти паразиты попадают еще раз в ваш кишечник, и уже на этот раз оседает, там на вот эти два года, возможно, просто вдумайтесь, какой путь она проделает, насколько вообще живущие это создание, и всего лишь можно поесть грязных фруктов, не заразиться этой дрянью, я расскажу дальше, что делать, чтобы такого не происходило, поехали дальше, острицы, острицы самые менее опасные, на самом деле не требуют особого лечения, можно ускорить процесс извлечения, но это не обязательно, острицы в принципе можно вылечить самому, в чем их особенность, они могут находиться в вашем организме, меньше чем аскориды, в организме могут находиться примерно месяц-два, цикл созревания, и она умирает, если вы опять не заразились, она просто умирает, как можно заразиться ей опять, она проявляется аскорида, она вылазит, она может влазить ночью с вашей задницы, и вызывает зуд, то есть ночь она реально может вылезти наружу, ну подышать, все же воздухом захотелось, паразиту, и когда вы начинаете расчесывать, это самое ужасное, что вы можете делать это во сне, не подозревая, то есть вы можете ночью чухаться, например, и все это с вас попадает под ногти, а потом вы сами себя опять заражаете этими руками, почему нужно мыть постоянно руки перед едой, это не просто так, если вы сходили в туалет, надо помыть руки после этого, не антибактериальным мылом, обычным мылом, или даже хотя бы минимум, хотя бы минимум просто обычной водой, это реально нужно делать, иммунитет, да, приобретается там, когда не совсем, допустим, чисто, не совсем чисто плотный, появляется иммунитет, если вы смотрели мое видео про иммунку, но руки мыть нужно обязательно, обязательно, у современного человека на руках просто, если хотите заморочиться, посмотрите под микроскопом, что там вообще, то есть обычным мылом помыли руки, таким образом вы предохраните повторное заражение, если у вас он есть, если есть аскорида у кого-то в семье, острица то есть, то она есть у всех, абсолютно у всех, она очень распространяется быстро, то есть если у кого-то вы поймали аскориду, та ее мою острицу, то и нужно лечиться всем, всей семьей, тогда вы излечитесь примерно за пару месяцев, лучше все-таки обратиться к врачу, чтобы вам подсказали препараты, какие нужно для этого использовать, сдается просто там анализы, идете, сдаете анализы, и в лаборатории это там кал, и вы находитесь, что у вас есть, там 100% все понятно, что у вас есть именно этот паразит, каждый паразит по-своему проявляется, теперь поехали даче, дальше, бычья цепень, бычья цепень может достигать длиной примерно 4-10 метров, вдумайтесь, конечной целью этого паразита является человек, то есть он спокойно живет в корове, но в конечном итоге личинки в корове могут жить, если вы съедите эти личинки с мясом, то только потом в организме он у вас развивается до таких размеров, нельзя съесть его в таком готовом развитом виде, вы не съедите его в мясе, вы съедите личинки, почти всегда происходит заражение личинками, только потом он происходит созревание, и вырастает в вашем организме, иногда, как например, слиной цепени, он созревает отдельно от организма, не в человеке, то есть в организм он уже попадает на конечной стадии, То есть в каждом паразита есть свои циклы развития, и все по-разному. В организме он может находиться даже 18-20 лет. 18-20 лет. Вы даже не будете подозревать, что у вас есть в организме паразиты. То есть никаких симптомов. Это так называемые ленточные черви, если вы еще их знаете. Я постараюсь ставить в это видео эти прекрасные картинки, чтобы вы видели, как они выглядят. Так вот, вот это вот 24-метровое создание, даже были найдены и такие паразиты в теле человека. Вы представляете вообще, сколько размеров он занимал? Сколько вообще он весил? Он может весить там десяток килограмм вообще. Понимаете? То есть если вы слишком много весите, непонятно почему. Возможно у вас просто уже 10 лет живет паразит. Не похудение, а наоборот поправится. То есть это все уникально. И можно и как похудеть, так и наоборот стать тяжелее от этого всего. Поэтому говорить о том, что вы похудели и гарантированно у вас есть паразиты, тоже неправильно. Так вот, бычья цепень находится в коровьем говяжьем мясе. Если вы до сих пор думаете, что в мясе от коровьем говядины этого не бывает, теперь вы знаете, что бывает. Теперь поехали дальше. Свиной цепень. Свиной цепень, он покороче. Он может быть где-то метра там 3-4 метра. То есть он не такой длинный, как бычья цепень. И он, понятно, по названию он находится в свинье. И попадая в ваш организм, он попадает в ваш организм на определенной стадии, и он созревает вне вашем теле. Самое опасное в свином цепне, если вдруг он попадет в стадии личинки, в стадии созревания, так называемой стадии финны. Вроде бы финны. Может я ударение как-то неправильно ставлю, не имеет значения. Оно попадает в ваш организм, если на этой стадии, то это смертельно опасно. То есть он не должен созревать в вашем организме. Вот особенность свиного цепня. Он может быть очень опасным, даже смертельным. То есть он должен попасть в организм уже на стадии, не ранних стадиях, не промежуточных стадиях, а на конечной стадии. Это большого значения не имеет. Это просто так, чтобы вы понимали, насколько это все сложно. То есть я не буду грузить всеми, всеми особенностями, как это происходит. Потому что я прочитал огромную толщины книгу на эту тему. И еще множество статей на эту тему. И в этом коротком видео постараюсь рассказать не все, что я знаю, а основные вещи. Выжимку, короткую выжимку, чтобы поменьше вас этой темы, скажем так, беспокоить, чтобы вы просто полегче это все перенесли. Как можно легче, ребятки, заботюсь о вас, как могу. Так вот, свиной цепенью, он может находиться в мясе, свином, может находиться в сале. В сале, в котором есть красные прожилки, с кровью, с мясом. Если в сале есть мясо, там могут быть паразиты. Кто вам, если вам кто-то говорит, что в сале этого не бывает, ребята, бывает. В свином мясе бывает множество паразитов. Таксоплазма. Что такое таксоплазма? Таксоплазма вызывает болезнь таксоплазмоза. В основном, ей заражается от маленьких котят. Если вы заразились во время беременности, если вы решили погладить маленького котенка, и у вас никогда до этого не было кота, не было котят, вы точно никогда не болели таксоплазмозом, во время беременности избегайте стороной всех котят маленьких, не гладьте их, не трогайте. Лучше и маленьких собачек не трогайте. Вообще животных лучше не контактируйте с ними. Потому что если вы заразитесь токсоплазмой во время беременности, и если вы первый раз ей переборелите во время беременности, она как грипп проходит. То есть там температура поднимается, как грипп. Если это случится с вами впервые, то вам придется делать аборт. То есть это не шутки, ребята. Расскажите своим девушкам, если они планируют беременность, или вы сейчас, ваша жена беременная. То есть вы, мужики, должны об этом знать. Это очень важно. Ваша будущая жена или нынешняя может не знать об этом во время беременности. Не все так заморачиваются, как вы, допустим. Если ты мужик этим заморочился, ты просто красавчик, серьезно. То есть ты реально можешь посодействовать этому. Это не шутки, это доказано. И вы, скорее всего, даже будете сдавать анализы на это. Я не помню, обязательно они или нет, но вам лучше сдать на него, обязательно сдать. Потому что рекомендованные аборты из-за того, что это оксоплазмоз вызывает серьезные нарушения в мозгу. То есть это реально могут отклонения в развитии мозговом быть. То есть ребенок будет 100% с отклонениями. 100% рекомендованы аборты при таких болезнях. Просто погладил котенка. Если у вас уже есть дома коты, не мучайте своих котенок. Хорошо? Свою котейку оставите в покое, не надо ее отдавать бабушке. Если у вас уже дома есть коты, вы давно с ними живете. Вы уже, скорее всего, давно этим переболели. И не бойтесь, можете беременеть спокойно. Если у вас есть взрослые коты, они не источник проблем. Просто на улице не гладьте котят, которые на улице. Животные, к слову, если у вас есть дома домашние животные, они ожидаются постоянно в антипаразитных препаратах. Это должно зайти в вашу привычку. Примерно раз в году посоветую с ветеринаром, сколько, как часто нужно давать эти препараты. Если вы об этом не знаете, теперь вы об этом знаете. Эта таксоплазма, она вызывает даже шизофрению. Она вызывает серьезные мозговые отклонения. Она может вызвать шизофрению даже у того, кто болеет. Не только у ребенка, который развивается, допустим, в утробе матери. Она может вызвать шизофрению обычного человека. Настолько она влияет сильно на мозг. Были даже исследования проведены, что люди, которые заражены таксоплазмой, они чаще попадают в ДТП. У них боли и склонность к риску. То есть, какой-то маленький паразитик способен влиять на вас, здорового мужика, на вашу психику. Вы даже не будете подозревать. А внутри просто сидят у вас паразиты. Да, это в духе Шерлока Холмса и так далее. Но это реально. Ребята, это научно подтвержденная информация. Я не гуглил где-то там на форумах. Реально информация от кандидата медицинских наук в этой области. Поэтому 100% этой информации можно доверять. Я это 100% все перепроверил. Имейте в виду. Так вот, это основные виды паразитов, о которых я вам хотел рассказать. Теперь погнали дальше. Профилактика. Немножко вы уже узнали. Как максимально избежать этой дряни? Возможно, вы будете поражены. Откуда можно этим заразиться? Ребята, самое, что меня, например, поразило, что их можно подцепить на пляжах. Паразитов можно подцепить на пляжах, просто гуляя по песочку. В жарких странах, где жаркий климат часто. Или же просто даже, это может быть просто, например, 5 месяцев в году жара. То есть на обычном даже курорте, на котором есть песок, могут быть реально паразиты. Как это происходит? На него приходит животное. Оно там откладывает свои искременты. То есть животное садило в туалет песок. Солнце не убивает это. Солнце убивает бактерии на песке. Паразитов солнце не убивает. Для паразитов нужна только реально термообработка серьезная или заморозка. Поэтому на песке они спокойно живут, очень спокойно. Как же они попадают в ваш организм? Когда вы идете босыми ногами по пляжу, это может быть Таиланд, это могут быть Филиппины, это могут быть, я был шокирован, это может быть даже курорты, типа, например, на Азовском море. Я сам родился в Бердянске, на Азовском море. И у меня нет в организме этого, насколько я подозреваю. То есть в песке, когда вы гуляете по пляжу босыми ногами, личинка способна проткнуть вашу кожу. Проткнуть вашу кожу, не на поврежденной, не через царапину. Протыкает вашу кожу, проникает в ваш организм, в ваш кровоток. И там развивается себе благополучно. Выход. Нужно покупать себе тапочки. Есть такие пляжные тапочки специально для этого. У них даже плавать можно. Они как анатомические на ногу. И на пляжах, может быть на Азовском море это не так опасно, но все-таки там бы я лучше посоветовал использовать все-таки такие тапочки. Особенно дети. Детям. И на пляжах, особенно на азиатских пляжах, вы должны использовать вот такие тапочки. То есть просто купите их. На тех пляжах, когда у них сырая, еще сырость такая, знаете, погода сырая, влажная, жаркая. Там очень благоприятная обстановка для этого всего. Потому что в любом случае, например, на Азовском море, вот в Бердянске я жил, у нас в Бердянске, на Азовском море зимой бывает минус 23. Это невероятно холодная погода. Вы же не ездите в Бердянск зимой, правильно? Я жил там 20 с чем-то лет. Я там жил. Зимой это точно все промораживается и убивается. В песке этого всего не остается. Море замерзает иногда на метр в глубину, чтобы понимали, какой просто холод в Бердянске зимой. Это все не способствует тому, чтобы там развивались паразиты. Но летом, если, допустим, жарко, сезон реально может быть. От сезона к сезону все может быть по-разному. Опять же, есть разные места и в Бердянске. Где там, допустим, больше риска этого, где там меньше риск. Потому что не так много котов бегает по пляжу и собак. То есть это я в защиту Бердянска сейчас вам говорю, да? А то вы перестанете ездить в Бердянск. Ребята, в Бердянск надо ездить, потому что это хороший город. Я там родился, там очень хорошо, прекрасно. Очень хорошо можно отдохнуть. Это была мини-реклама Бердянска. Основные источники заражения. Это земля, обычная земля. Если вы любите поковыряться в земле, вот вы дачник, да, там, не знаю, у вас в село, то вы должны понимать, что вам регулярно нужно заниматься антипаразитными программами, мероприятиями. Вы должны понимать, что в земле, просто ковыряясь в земле, через кожу они вам попадут. Это или через кожу, или просто потом вы что-то там съели, или так далее. Руки нужно мыть всегда после этого. Но они могут проникнуть через кожу, ключевое знание я вам даю. Для этого нужно работать в земле, использовать перчатки. Обязательно используйте перчатки. Теперь, поехали дальше. Это может быть мясо. Это может быть любое мясо, которое плохо прожарено, в котором есть хоть немного крови. Всем любителям говядинки, непрожаренной, с кровью, да, вы должны знать эту информацию. Если мясо не было проверено, если мясо не было проверено лабораторией, в нем реально могут находиться паразиты. Вероятность минимальная, но она есть. Поверьте, она небольшая вероятность. Если вы купили мясо на рынке где-нибудь, в непонятном месте, и сами решили приготовить кровью говядину, вот там огромный риск. Если вы купили говядину где-нибудь в магазине, при большом супермаркете, всегда есть лаборатория, и там нахождение личинок в мясе просто практически стремится к нулю. То есть, вероятность нулевая практически. Если мясо не было заморожено, то мясо просто нужно дома заморозить. Я расскажу дальше, что нужно делать с мясом. Теперь это может быть свинина. Опять же, свинина, которая не прожаренная, которая зараженная изначально этими паразитами, не проверенная в лаборатории. Это может быть карп. Особенно рыбы карп. Это самая грязная рыба, которая может быть. Я бы советовал вам карп вообще не использовать в своей еде. Вы можете использовать карпа, если вы уверены и знаете, где он взять, и это 100% нормально приготовленная рыба. Я предпочитаю карпов не есть вообще, как и свинину. Свинину я по разным причинам не ем, но одна из причин тоже вы теперь знаете, почему. Так же самое я не ем сало вообще. Говядину я ем спокойно, но люблю бургеры с говядиной, да? Но мясо должно быть нормальным. Смотрите, на мясе, если на нем есть личинки, в принципе, это можно даже заметить, на нем будут такие, как горошины. Я постараюсь вам показать фоточку, как это выглядит. То есть они как горошины, которые прикрепились к мясу. Оно, в принципе, выглядит не очень хорошо. Мясо должно выглядеть блестящим. Оно должно быть живым таким, понимаете, тверденьким, однородным. Никаких не должно быть на нем каких-то непонятных шариков, каких-то пятнышек, которые... Как будто уплотнение, как горошинки, знаете, вот такое. То есть вот такого быть не должно. И избегайте, я вам рекомендую, избегайте рыбы карты. Фрукты и овощи. Обычные фрукты и овощи, которые вы покупаете в магазине, особенно там с листьями салата какие-нибудь, на которых есть земля, который, допустим, выращен где-то там в огородах, где могла быть кошка и так далее, собака пробежает. Тепличные, ребята, ну, скорее всего, там ничего нет в тепличных фруктах и овощах. Можете не париться. Но мыть надо все равно в любом случае. Если это с какой-то грядки, домашней грядки, там даже со своей дачи даже. Вы что, знаете, что там ночью какая-то кошка прибежала на вашу грядку? Вот вы говорите, со своей грядки у меня все хорошо, я уверен. Ты ночью смотришь, что у тебя прибегает кошка к тебе в огород, чья-то кошка забежала, сделала свое дело и убежала. И вот твоя дача тебя же заразит этими паразитами. Поэтому, если ты любишь это все, регулярно занимайся этими вещами, профилактикой паразитов. И просто нормально, хорошо мойте овощи. Я рекомендую просто даже замачивать овощи. Вы положили, например, вот, например, листья салата сложно вымыть. Положите тогда листья салата просто в воду и долго их вымачивайте. Вымачивайте там, на полчаса, например, замочите, чтобы вода была просто идеально чистой. Чтобы все, что там должно быть на ней, оно сядет на дне. Вы увидите это все. То есть, хорошо реально мойте теплой водой все овощи, фрукты. Это основная профилактика, как можно избежать заражения паразитами. Очень тщательное мытье. Еще, давайте поговорим еще о профилактике. Как и что нужно делать, если, допустим, вы подозреваете, что с мясом что-то не так и дополнительно защитить себя от этого. Если вы покупаете мясо, мясо рекомендовано, если вы, допустим, вы из чего-то как-то в нем сомневаетесь, мясо рекомендовано, во-первых, или приготовить сразу же. И минимум должна быть температура 56 градусов. И только после 5-10 минут такой готовки начинается гибель этих паразитов. Но можно занять даже, например, при такой низкой температуре, готовить мясо придется, например, час или полтора. Это, кстати, хороший способ готовки мяса. При низких температурах, примерно 65 градусов в течение 2-3 часов. Или даже 5 часов. Это очень крутой способ приготовить вкусное мясо. Такое слово расскажу. Теперь, если это свинина, это должна быть гораздо выше температуры. Свинина должна прожариваться вообще всегда полностью. Как и говядина. Но свинина особо должна всегда... Свинина это мясо, которое подвержено этому влиянию. Поэтому хорошо проготавливайте, хорошо прожаривайте. Минимум 60 градусов и минимум 15-20 минут. Если это свинина, то вы жарите тогда и минимум 40 минут, минимум 30 минут. Вот так где-то, чтобы вы понимали, какое это время. Теперь, если это заморозка, то в морозильнике мясо должно находиться минимум 72 часа при температуре минус 10. Рекомендовано даже 6-9 дней вымораживать мясо в морозилке. Просто одно даже это способно убить всех паразитов, которые там могли быть. То есть обычная заморозка в морозильнике. Так, какие же могут быть симптомы? Как вообще понять, что у вас, возможно, есть эта дрянь внутри сидит? Какая-то подлюка у вас сидит? Смотрите, паразит вообще не настроен на то, чтобы вас убивать. Это он и паразит. Он хочет использовать ваши ресурсы. То есть вы реально можете, например, похудеть. Да, это правда. Если вы резко похудели, реально резко похудели, возможно, у вас есть паразиты. То есть они просто забирают у вас ресурсы. Они сидят в кишечнике и питаются вашими витаминами, минералами. Они используют ваши ресурсы. Вы недополучаете, а не получают. Вы можете подумать, есть такой миф, я хочу его сразу же здесь разбить, что если вы заразили специально себе паразитами, то вы сможете похудеть и станете более стройными. Ребята, это бред. Не занимайтесь такой хернёй, пожалуйста. Если там девушка о чём-то начала о таком подобном говорить, скажите, что не всегда оно развивается так, как надо, допустим. Паразит может развиться не так, как вы думаете. Он может вообще находиться не в кишечнике, а где-нибудь в мышцах, например. И это, ребята, очень опасно. Поэтому не надо заражать специально себя паразитом, чтобы похудеть. Потому что вы можете, например, при некоторых паразитах, вы можете не похудеть, а обратно брать вес. Если паразит весит сам 10 килограмм, он длиной 24 метра. Подумайте просто, сколько вообще он занимает место в кишечнике. Так вот, какие могут быть симптомы? Симптомы это могут быть реально зуд, например, задницы, то есть в заднем проходит зуд. Это может быть падение иммунитета. Возможно, у вас очень слабый иммунитет, вы не понимаете почему. Есть тогда смысл пройти анализы и провериться на паразитов. Это может быть, например, непонятно, повышение температуры какой-то иногда. И чаще все-таки это проходит бессимптомно. Вот в этом и прикол паразита, в этом опасность, что вы можете о них не подозревать вообще. То есть просто он вас никак не беспокоит. Ему нужно жить так, чтобы вы не замечали это. Они способны выделять такие вещества, которые, например, иммунные клетки их не замечают, они на них не реагируют, они подстраивают ваш организм так, что организм думает, что это все ваше. И он не начинает с ними бороться, иммунка с ними не борется. То есть это очень хитроумные создания, это очень древние создания паразиты. Они живут боксом с человеком уже просто невероятное количество времени, просто тысячи лет, серьезно. Это очень древние создания, которые живут постоянно с нами. И они, в принципе, в некоторых количествах они могут находиться, если у вас реально анализы нормальные, если все хорошо, вы хотя бы раз в году проходите анализы, то можете не париться на эту тему сильно. Просто запишите это в перечень своих ежегодных обследований, так как вы каждый год должны проходить полное обследование. Посмотрите у меня видео на канале, анализ для атлета, который я написал. Будете лучше понимать эту тему, о чем я сейчас говорю. Каждый год вы проходите анализы, просто сдавайте их инопаразитов. Отсюда следует, как его выявить. Первое, это может быть или просто сдача кала, ваши драгоценные какашки, берете, собираете их и несете их в лабораторию. Второе, это сдача крови, потому что не всегда они могут находиться у вас в кале, потому что, например, если у вас вы заражены самцом, а не самкой, то есть червь самца, вы можете заразиться самцом и он не будет размножаться у вас внутри, потому что он не будет личинки откладывать, но он будет жить у вас и будет пользоваться вашими ресурсами. Не будет никаких личинок в кале, поэтому нужна сдача, биохимический анализ крови, который показывает именно на иммунный ответ, на определенные следы в иммунитете они находят и таким образом в лаборатории там процентов 90 вероятность вам скажут правду, что у вас есть определенный паразит. То есть это очень точные показатели, сейчас современная медицина способна это легко определить, то есть это не какая-то там загадка. Смотрите, но если вы решили, что вы сами можете просто купить, пойти в аптеки, купить какие-то препараты против гельминтов, против антигельминтных препаратов, это не работает. Все эти препараты, они довольно имеют большой спектр побочек и довольно сильные эти препараты, поэтому не надо заниматься самолечением. Это так не работает. Вы можете припить препарат, который не убьет паразита, который именно у вас. Как вы его определили, что он у вас? Их больше 150 видов. Какую таблетку вы будете пить? Препараты назначаются конкретно под конкретного паразита. После лаборатории выясняете, если у вас есть этот паразит, допустим, если это подлюк у вас живет внутри, то тогда вы уже начинаете с ним бороться и с помощью врачей, а не самолечением. Для профилактики вы можете использовать, например, тыквенные семечки. Можете лучше узнать этот вопрос. Есть мнение, что можно их есть просто в чистом виде, лучшином, а можно их есть, их нужно есть типа специально, измельчая вместе с шелухой, которой они находятся, измельчая и просто как порошок это все съедать, потому что именно в порошке находится, именно вот в этой чешуе находятся шкурки, семечек тыквы, находится вещество, которое просто парализует паразитов внутри, и они просто выходят из организма. Также по поводу чеснока, скажу, и вообще острой пищи. Нельзя полностью убить паразитов в организме. Вот четко вам отвечаю на ваш вопрос, если он у нас возник. Просто чеснок не способен убить всех паразитов в вашем организме. На некоторые действительно действует чеснок неблагоприятно, то есть они реально не любят этого. Вы реально можете поесть чеснока и вы можете на утро увидеть, например, в ваших утром посадили в туалет, увидели, что у вас там есть просто эти твари. То есть это реально работает, а чеснока они бегут, но чеснок их не убьет все. То есть это не способ взять и вылечиться с помощью чеснока. Так же самое там с помощью спиртного, я не знаю, пока нет паразитов вы решили, водки, горчицы или так далее. Вот это все не работает. Реально чеснок это полезная штука используется в еде, в принципе помогает избежать каких-то определенных влияний паразитов, помогает избежать такого количества паразитов, например, подавляет их не размножение. То есть оно реально способно так воздействовать на организм. Но вот тыквенные семечки, даже медицина соглашается, что они реально хорошо работают. Но нужно реальное лечение, реальные препараты, которые назначат врач. Если вы решили, что вам не нужно лечиться, вы такой умный, вы решили пролечиться сами и или вообще решили не лечиться. Например, ну пусть во мне будут паразиты все, они были сто лет как-то, я жил до этого, все нормально было, более-менее хорошо себя чувствую, да? Зачем мне вообще их убивать, этих паразитов? Вообще-то нормальный вопрос, я понимаю, вообще многие мужики, наверное, так и скажут. Мы вообще, ребята, не любим лечиться, мы не любим бегать по врачам, как я, например. Я не переварю, я ненавижу это все. Я вообще таблетки никакие не ем, я по врачам не хожу. Но раз в году я хожу на эти обследования и все-таки прохожу эти все обследования, потому что это нужно, потому что мы, мужики, живем довольно мало. Гораздо меньше, чем женщины, например. Просто есть много факторов, которые этому способствуют. И не нужно быть таким упертым в этом плане. Ну реально, зачем? Просто зачем быть таким, да? Пойди, что с тобой случится? Пойди, ну найдут тебя паразитов, все нормально. Это нормально, это бывает. Люди, которые в селах живут. Я просто поговорил на эту тему со своими родственниками. У меня есть родственники, которые в селах живут. Они каждый год лечатся от паразитов, понимаешь? У них это просто норма. Они говорят, ну конечно, мы знаем, у нас же куча свиней, у нас куча кур, у нас кошки, у нас собаки во дворе, у них куча животных. Люди сел, они более адекватные в этом вопросе. Они реально лучше понимают, что нужно иногда проходить антипаразитное лечение. Мы же в городах привыкли к чистоплотности и считаем, что у нас это стороной проходит. И мы не хотим этим заниматься какими-то лечениями. Ребята, нужно идти и лечиться. Аргументы, почему нужно это делать? Нужно это делать, потому что, если вы не пролечите паразитов, они могут поселиться в самых неожиданных местах. Они могут вызвать реально летальные исходы. Паразиты способны убить. Да, они не хотят вас убивать, но они способны, например, на конечных стадиях своего развития. Когда он уже сам, допустим, умирает, ему уже по барабану ваше здоровье. То есть, ему не волнует, в каком состоянии вы находитесь. Так он старается поддерживать все-таки нормальную среду, чтобы вы живой были и он живой был. Ему нужно расти, жить внутри вас. Он внутри вашего тела вообще не способен жить, паразит. То есть, вы сейчас лучше понимаете, думай как паразит, ты лучше поймешь паразита. Поэтому он не хочет вас убивать, но это возможно. Он может поселиться у вас в мышцах, он может поселиться у вас в сердце, он может поселиться у вас в мозгу. Реально находили паразита в мозгу, черви в мозгу. Это ужасно, отвратительные вещи. Ребята, просто ужасно. То есть, что будет, если вы не будете лечиться? Может произойти с вами все, что я только что сказал. И поэтому нужно включить свой ежегодовой обсмотр врачей, проходить эти анализы и идти в лабораторию, сдавать эти анализы. Я постараюсь под видео написать, дать вам ссылки на любую лабораторию, которую я найду, которую вы посмотрите, как могут выглядеть вообще эти анализы, сколько они примерно стоят. Так как я сейчас не знаю, сколько стоят вообще такие анализы. Я сам их не сдаю, не сдавал раньше. То есть, эта информация я вам даю свежую. Я только узнал об этом буквально вот несколько недель назад. Я в течение долгого времени делил этому вопросу. То есть, я изучаю это для себя в основном. Потом, когда я узнаю, я делюсь со своими родственниками и вот записываю этот видеоблог, чтобы вы тоже об этом знали. То есть, это свежая информация, которую я узнал вот недавно. Почему свежая, почему записываю видео сейчас? Да потому, что пока хорошо знаю этот вопрос, хорошо помню. Я запишу это видео. Если я сам что-то забуду, я вернусь к этому видео. Так же и вы делаете иногда. Забудете посмотреть это видео еще раз через год и все. То есть, с пользой для себя и с пользой для вас. Но, сейчас я реально сам буду заниматься теми же самыми вопросами. Тоже пойду по этим лабораториям и поделюсь с вами, постараюсь когда-то будущих видео в ближайшем времени. У меня запланировано на осень мои осмотры. Сейчас у меня будет, не будет на это время, скажем так, и осень я планирую этим всем заниматься. Все, ребята. Видео я знаю и уверен, что это было видео очень полезным для вас. Но, если захочешь поделиться этим видео с кем-то из своих друзей, ну, будет очень круто, или родственник. Можешь даже не высылать им ссылку, просто расскажи им об этом. Просто расскажи о том, что сейчас узнал. Не жадничай информацией. Поделись все с кем-то с близким, не стесняйся об этом говорить. Родителям расскажи, например, не знаю, друзьям каким-нибудь там, кто интересуется своим здоровьем. Все, береги себя. Удачи!